Кстати, если оценить слова Пригожина, он говорил, что кто не перейдет на их сторону, то они будут всех расстреливать. Но мы видим, судя по видео, по новостям, что этот процесс бескровный. Насколько это может быть ширма для чего-то? Например, сейчас Российская Федерация, Министерство обороны воспользуются этим моментом, чтобы уйти с Украины, с фронта, например, с Бахмутского направления и сказать, что вот мы будем противостоять Пригожину. Для этого надо иметь, что называется, яйца. У Шойгу с Герасимовых их нет. Шойгу это вообще, так сказать, просто кепка. И все. И выполняет приказы Путина. Путин пока еще приказы отдает. Мы сегодня утром видели этого Путина. Он злой, рассерженный, он не выспавшийся, он, видимо, не привык так рано вставать, в 10 утра на работу выходить. Но пришлось. И он, так сказать, мечет громой молнией, что типа уничтожить этого мятежника, это предательство, предательство. Для Путина вообще слово предательство это главное. Поэтому тут как бы сейчас все силы брошены на то, чтобы уничтожить Пригожину и его армию. Хотя тот же Путин опять боится. Опять он показал трусость в этом заявлении своем. Путин говорит, но вагнеровцы, группа Вагнера, он сказал, группа Вагнер, герои, бойцы, они такой вклад, так сказать, на фронт внесли. Понимаете, группа Вагнер, сказал Путин, это значит боится. И он говорит, что это все герои. Вместо того, чтобы обидеть их всех предателями, всех уничтожить, вот тогда бы он, так сказать, выглядел перед лицом своих верных еще, так сказать, ему бояр. Он бы выглядел крутым мэном. А так все видят, что он тоже колеблется, что ему страшно, что он не уверен. Он уже хочет, так сказать, вагнеровцев умаслить. Он их умаслит. Я думаю, они больше верят пропаганде Пригожина, которая очень классная. И это, ну, не только пропаганда. Вообще пропаганду хорошо делать из правды. Пригожин всю свою пропаганду сделал из правды. Коррупция в армии, да. Развал, да. Восемь лет в Донбассе, что они делали? Бабки пилили, рассказал нам Пригожин только что в интервью. Вы понимаете, то есть и Украина, и НАТО не собирались нападать. То есть не было причин для войны. Это же вот два дня назад, это интервью. Все как бы считают, что с него все и началось. Но а с чего такое жесткое интервью, вопрос. Вы понимаете, то есть тут опять люди говорят это, потому что Путин отключил Пригожина от денег. И поэтому Пригожин пустился во все тяжкие. Сделал вот такое программное интервью, после которого уже прощения ему нет. Ну и дальше на него пошли в атаку. Ну дальше мы не знаем, была ли атака. Вот то, что Пригожин сказал, что его базу в Молькино атаковали ракетами, очень может быть, что это и не атаковали. Потому что, ну, слишком круто. Но, с другой стороны, а был ли Шойгу в Ростове? Потому что такой приказ мог отдавать только он. Ну, чтобы это его послушали и так далее. Вот был ли он в Ростове вчера или не был днем? Вот не знаю, понимаете. И многие люди с недоверием относятся к этой информации. На мой-то взгляд, нормальная информация. Когда мне сказали, что Шойгу с Герасимовым ударили по Вагнеру ракетами, я вполне себе поверил. А как еще-то? И теперь мы видим, насколько до зубов вооружен Вагнер, насколько он крутой, насколько у Пригожина реально много войск. Ну, как с ним бороться-то, кроме как ракетами? Если Путин приказал, так сказать, Шойгу, давай с этим заканчивай, раз он не хочет ни контракты подписывать, ни сдавать тебе твою армию, свою армию, раз Пригожин не хочет Шойгу сдавать свою армию, ну, Путин сказал, видимо, давай его, сливай. А как его сливать? Тут нужны ракеты, пушки, танки, самолеты. И вот он попытался. Поэтому я лично поверил. Я до сих пор не очень сомневаюсь, что какие-то удары по вагнеровцам были. Может быть, не стоит цель уничтожить, сколько, знаете, деморализовать. Глеб, а как вы считаете, насколько реально, что регулярная армия РФ перейдет на сторону Пригожина? Да я думаю, что очень многие переходят. Просто, вы понимаете, она состоит из кого? Перейти должен командир. Командир роты, командир батальона. А сами солдаты, вот, допустим, один взвод, 30 человек во главе с лейтенантом, они, ну, слабоваты, чтобы переходить на сторону Пригожина. И то, это если вот целая армия стоит. А если уже в Ростовской области командования нет, генералы Евкуров и еще один там Алексеев уже взяты в плен Пригожиным. Все уже хором говорят, что Ростовская область... Да сам Путин сказал. Он сказал, что гражданская военная администрация Ростовской области как парализована. Ну, что значит парализована? То есть ты просто ими не управляешь. А Пригожин уже ими вполне себе управляет. Ну, гражданская администрация Пригожина сейчас не нужна. Ему что, сейчас нужно ЖКХ и дороги, что ли, чинить? Ему не до того. А военные, да, все под его контролем. И тут уже каждый отдельный, так сказать, как бы маленький взвод, 30 человек с лейтенантом думают, а что, у нас уже командования нет, наши генералы в плену. Ну, может, действительно перейдем. Но для этого, опять-таки, у лейтенанта должны быть некие свои мозги, своя позиция. И мы с вами прекрасно понимаем, если у него были мозги и позиция, какого хором вообще пошел воевать, хотел я сказать. А сам думаю, а куда он пошел? Он же в Ростовской области. Он же в глубине России, он никуда не пошел. Очень каша заваривается крутая. Ну, а вот есть ли все-таки Пригожин, не знаю, достигнет своей цели. Он же не остановит войну в Украине. Он говорит, что он не препятствует самолетам, не препятствует войскам, не отбирает у них боеприпасы. Но это же все равно влияет, я так считаю, на моральный дух тех солдатов, которые сейчас на линии фронта. Но что он будет делать потом с ними? Он точно остановит эту войну и выведет войска. Ему не нужны эти захваченные территории. А почему он всегда так говорит, что вот вы потеряли русские территории? Да это триндеж, понимаете? Уже в 17-м году в России была гражданская война, а все еще, так сказать, там белая армия говорила, что мы за царя Бальшим. Ну, если народу это нравится, если огромное количество... Это такой внутренний пиар, понимаете? Это для того, чтобы не сеять панику в душах простых солдат. Пусть они думают, что Пригожин за Путина и против Украины. А потом им все объяснят, что Украина вообще не враг и нечего делать на чужих территориях, и не нужна эта земля. Зачем разбомбили, зачем захватили? Понимаете? То есть это как раз... Я вообще ни секунды не сомневаюсь, что Пригожин первый. Плюс Пригожин же говорил, что он не начинал эту войну. Мы не начинали эту войну. Пригожин это говорит уже, по-моему, чуть ли не месяц. Вы понимаете? Тут как бы не так все просто. Поэтому нет-нет. Я уверен, и Украина должна быть уверенным. И обратите внимание, как вся Украина сейчас с симпатией относится к Пригожину. Разве не так? С симпатией к его не тяжу. Ну, по-моему, все. Я не знаю, так сказать. И когда Зеленский говорит, опять-таки Зеленский должен это говорить с поправкой все-таки, чтобы не разозлить никого в Украине. Потому что, ну, куча народу погибла. В том числе и там от рук вагнеровцев. Было же такое. Ну, воевали они, воевали против Украины. Вы понимаете? Поэтому нельзя никого обидеть. Но что? Но настолько выгоден сейчас Пригожин и его восстание. Настолько выгодно Украине. Меньше солдат украинских погибнет. Меньше мужиков украинских погибнет на фронте. Потому что теперь воюет Пригожин внутри России. Вы понимаете, как это выгодно? Продолжение следует...